Итак, кульминационный момент. 17-угольник циркулем и линейкой. Напоминаю, что речь идет просто о том, чтобы получить вот такое число, которое не что иное, как 2 косинуса 2π делить на 17. Акси здесь это комплексный корень 17 степени из единицы, ну, с самым маленьким аргументом примитивным, который своими степенями покрывает все остальные вот так по кругу. Вот. То есть, кси это косинус 2π на 17 плюс и синус 2π на 17. И требуется вот это вот число получить вот отсюда, да, как корень квадратного уравнения. Все. Вот. Квадратное уравнение решать, ну, это то же самое, что на калькуляторе и квадратичном вычислять. Просто удобнее, ну, как бы в такой форме представлять. Тем более сейчас как раз мы эти квадратные уравнения будем постепенно выуживать. Ну, поехали. Значит, сейчас мы запишем кси в 1 плюс кси во 2 плюс так далее плюс кси в 16. Ну, оно же кси в 1 плюс так далее плюс кси в 8 плюс кси в минус 8 плюс так далее плюс кси в минус 1. Запишем по-другому. Пользуясь тем, что 3 является первообразным корнем. Мы запишем это так. Кси в 1 плюс кси в 3 плюс кси в 9 плюс кси в 27 плюс кси в 81 плюс кси в 243 плюс кси в 729 плюс дальше, я не помню, плюс кси, 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 кси. Это у меня на тройка похожа, но тройка наверху, степень 3 в 15. Вот. Вот 16 тех же самых слагаемых. Но теперь выясняется при аккуратной проверке, что здесь уже надо бить на группы чёт и нечёт. Вот это будет группа чёт. А это будет группа нечёт. И она закончится здесь. Более того, внутри каждой группы чёт-нечёт в дальнейшем, когда нам потребуется, разбиение тоже будет происходить по принципу чёт-нечёт. Что это значит? Ну и так далее, и так далее до конца. Это означает, ну давайте выпишем, проще просто показать. Выпишем эту сумму. Чему равна эта сумма? Она равна минус единице, потому что участвуют все степени кси, кроме вот этой, нулевой. Поэтому их сумма равна минус единице. Так вот, запишем, что минус 1 равняется. И дальше мы просто вспоминаем. Или просто заново берём модуль вот этот. Значит, кси в 1 плюс кси в 3 плюс кси в минус 8 плюс кси в минус 7 плюс кси в минус 4 плюс кси в 5 плюс кси в минус 2 плюс кси в минус 6. Так? Плюс и дальше всё то же самое, только, значит, минус 6 на 3 это минус 1, соответственно, кси в минус 1 плюс кси в минус 3 плюс кси в 8 плюс кси в 7 плюс кси в 4 плюс кси в минус 5 плюс кси в квадрат плюс кси в 6. Вот. С этим не поспоришь. Это и так понятно, что сумма этих двух равна единице, потому что мы взяли все по одному разу остатки. Но что с произведением? Вот с произведением, да? Чему равно произведение? Итак, вот это будет у меня, допустим, t1, вот эта вот сумма, а эта сумма равна t2. И что же теперь мы будем делать с этой суммой? Как мы её будем разбивать на два разных слагаемых? Ну вот как сказано, ровно так, как мы нарисовали, то есть первая из них будет идти вот по этим, а вторая по остальным. Итого получается t1 равно кси в 1 плюс кси в минус 8 плюс кси в минус 4 плюс кси в минус 2 плюс кси в минус 1 плюс кси в 8 плюс кси в 4 плюс кси в квадрат, а t2 будет равно кси в квадрат, плюс кси в минус 7 плюс кси в 5 плюс кси в минус 6 плюс кси в минус 3 плюс кси в 7 плюс кси в 7 плюс кси в минус 5 плюс кси в 6. Через 1 взяли. Заметьте, здесь возникли степени двойки, это не случайно. Это совершенно не случайно. Дело в том, что 2 имеет порядок 8 в группе остатков от деления на 17. И соответственно квадрат числа 3 сразу попадет в эту группу. 3 имеет порядок 16, 3 квадрат имеет порядок 8. Но порядок 8 здесь только одна такая группа будет. Это же группа вида 2 вкаты, в них очень просто устроены подгруппы. Поэтому неудивительно, что мы попали просто в эту подгруппу порядка индекса 2. И все, она состоит из степени двойки. Ну а это как бы все остальные, которые не они. Это, кстати, все первообразные корни. Первообразных корней для таких простых чисел ровно половина. Потому что единственное условие это не быть квадратом. Когда у нас p-1 имеет только один простой делитель 2, то единственное условие для первообразного корня это не быть квадратом. Ну вот все не квадраты здесь выписаны, они все первообразные корни. А вот это все не первообразные корни. Так вот, эти два числа, заметим, вещественные, естественно, потому что у нас вместе со степенью всегда входит противоположная степень, поэтому они попарно сокращают свои мнимые части. То есть это вот, они с помощью комплексных чисел устроены, да? Но они и вещественные сами. И они удовлетворяют уравнению t1 плюс t2 равно минус 1. И также t1 умножить на t2 равно чему? Вот чему? Что будет, если я перемножу эти две группы? Возьму и эту группу из 8, и эту группу из 8. Перемножу. Ну, как бы, что называется, вот хотите верьте, хотите проверьте. Получится 64 слагаемых, которые полностью равномерно разольются между исходными вот этими вот сами ксюхами. То есть у нас здесь вот 16 ксюх в разных степенях. А при перемножении двух выражений по 8 получается 64 разных выражения. Ну, вот по 4 на каждую будет. Ну, в этом случае, если это будет по 4 на каждую, то просто 4 умножить на ту же самую сумму. То есть минус 4. Вот. Видите, уже что-то вырисовывается. Потому что это означает, что t1 и t2 вычисляются как корни квадратного уравнения номер 1 первого нашего квадратного уравнения. x квадрат плюс x минус 4 равно нулю. Ну, и как корни этого уравнения, они, естественно, равны. Сейчас скажу, чему. t1 и t2. Тут надо аккуратно смотреть, потому что t1 скорее... t1 будет положительный, потому что здесь вот такие вот длинные. x1 вот туда смотрит, x2 туда смотрит, x4 и x8 только туда. То есть тут аккуратно видно, что вот x1 положительный, а x2 отрицательный. Ой, t1 положительный, а t2 отрицательный. Но если так, то t1 равно минус 1 плюс корень из 17 пополам. Вот это да, откуда корень из 17, да? Ну, я троллю. Понятно, что тут, если провести это для произвольного p, это рассуждение, там тоже возникнет как раз выражение вида x квадрат плюс x минус p минус 1 делить на 4 равно нулю. То есть корни будут как раз из p. Вот. Значит, соответственно, вот эти два числа. И они, безусловно, вычислимы на квадратичном калькуляторе. То есть вот это вот странное число, которое получено из комплексных, ну, из каких-то, какие-то суммы степеней числа кси, который примитивный корень из 17 степени из 1, на самом деле равно вот этому просто. Корень из 17 минус 1 пополам. То есть может быть вычислено церковью малинию. Вот что я хочу сказать. Оно может быть найдено. Этот отрезок может быть легко построен. Но это еще не все. Нам же нужно, на самом деле, что? Нам нужно вот это. А этого пока не видно. Но, смотрите, у этих мы тоже берем что-то нечет. Вот так и так разбиваем. А это вот так. И вот так. И что же мы получаем? Мы получаем новые числа. Их уже 4. Их уже 4. А именно, С1 равно кси в 1 плюс кси в минус 4 плюс кси в минус 1 плюс кси в 4. И уже видно, что в следующий раз я возьму по нечетным и получу ровно то, что мне надо. Но пока у меня с1, у меня с2. Это кси в минус 8 плюс кси в минус 2 плюс кси в 8 плюс кси во 2. У меня с3, которая кси в кубе плюс кси в 5 плюс кси в минус кубе плюс кси в минус 5. И S4, которая собирает седьмые и шестые. Кси в минус седьмой плюс кси в минус шестой плюс кси в седьмой плюс кси в шестой. Вот четыре еще заготовки для построения правильного семнадцатого угольника с циркулемой линейкой. Что же мы можем написать? Мы можем написать, что S1 плюс S2, например, равно чему? Ну, T1, очевидно, мы же T1 разбивали. Значит, T1. T1, я замечу, уже мы имеем право брать в качестве коэффициента квадратного уравнения. Мы его уже вычислили. А чему равно S1 умножить на S2? Блин, вы не поверите, но минус единицы. То есть, вот эти два при перемножении дадут поголовно все эти и по одному разу. Тут как раз 4D4, то есть все правильно, 16, но какого фига они дадут, все разные, но вот так. Более того, я вам скажу больше, S3 на S4 тоже будет равно минус один. То есть, у меня получается такие два квадратных уравнения. Одно разбивает T1 на части, а другое разбивает на части T2. И каждый из них имеет совершенно однотипный вид. В одном случае это уравнение Y, ну, а пусть X, неважно, уравнение это может быть. X квадрат минус T1X минус 1 равно 0. А второе, X квадрат минус T2X минус 1 равно 0. И при вычислении, ну, понятно, будут там какие-то корни из корней. То есть, вот это число будет использовано на 3 квадратных корней. Но мы его уже умеем строить, квадратные корни тоже умеем строить. Поэтому ИТ1 и Т2 мы уже построили. А значит, все корни этих двух уравнений мы построили. А это как раз S1, S2, S3, S4. Ну и самый последний шаг состоит в том, чтобы использовать вот это и посмотреть, как его можно разбить. Но разбить мы его также будем разбивать. Вот мы уже вычленяем из него наш требуемый нам двойной косинус. Итак, S1 равно X в первый, ну, короче, плюс X, там, по-моему, минус четвертый, да, плюс X в минус 1 плюс X в четвертый. И он равен L1 плюс L2, где L1 это тот самый требуемый двойной косинус 2P делить на 17. Он же X в первый плюс X в минус первый. Ну, а L2, соответственно, X в четвертый плюс X в минус четвертый. Вот. Ну и с суммой тут все понятно. Я уже записал, что сумма L1 плюс L2 равно S1. А вот с произведением что? Ну, благо они маленькие, коротенькие, можно вычислить. X в первый плюс X в минус первый умножить на X в четвертый плюс X в минус четвертый. Смотрим. X в первый на X в четвертый это X в пятый. X в минус первый на X в четвертый это X в куб. X в минус первый на X в четвертый это X в минус третий. X в минус первый на X в минус четвертый это X в минус пятый. По-моему, это S3. Да, потому что S4 был с шестеркой и семеркой. То есть это уже вычисленный нами S3. Но вот таким чудом оказалось, что он тоже сводится к предыдущему. Ну, на самом деле, я говорю, пять страниц текста, чудо уходит. Остается просто вычисление остатков там по модулю 4 в катый. Вот, довольно аккуратное. И так будет всегда. То есть для любого простого вида фирма эти группы при перемножении друг к другу будут давать предыдущие группы, уже вычисленные в предыдущих уравнениях. И мы так шаг за шагом будем идти вниз. И вот мы уже имеем, что L1 и L2 являются корнями многочлена X квадрат минус S1X плюс S3 равно нулю. В котором эти уже вычислены как корни квадратного уравнения с коэффициентами, являющимися корнями квадратного уравнения. Итого, это тоже будет X. Вот этот L1 будет корнем квадратного уравнения. Ну и можно видеть, что будут трехэтажные корни. Трехэтажные корни, но не выше. Когда говорят трехэтажный мат, имеется в виду мат любой этажности на самом деле. А когда я говорю трехэтажные квадратные корни, это я имею в виду, что три этажа и не больше. Но внутри этажей может по нескольку раз придется извлекать. Вот, трехэтажные корни дадут ответ. И мы получим четкий рецепт вычисления вот этого числа на квадратичном калькуляторе. Мы получим 17-й угольник. Все. Построение завершено. Вот такие три этапа. Ну вот 257. Ну вот можно посмотреть в книгу Скопенкова. Математика в задачах, по-моему, называется. Я не помню точно. Или задачи по алгебре. В общем, я точно не помню, но там введение математики в задачах, если я не ошибаюсь, автор Скопенков. Там прямо разобрано очень-очень-очень аккуратно, разобрано, как это делать для произвольного многоугольника с количеством сторон, равным простому числу фирма, каким бы оно ни было, будь оно там уже известными или еще неизвестными, неоткрытыми, пока, возможно, все-таки существующими еще простыми числами фирма. Вот. А мы на этом ставим жирную точку и переходим к следующему сюжету Карла Фридриха Гаусса, который самый знаменитый, наверное, вообще из начальной арифметики сюжет. Рождественская теорема фирма о представлении любого простого числа вида 4К плюс 1 в виде суммы двух квадратов целых чисел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова